Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с основными событиями, которые произошли к этому часу. В Самаре за ночь выпала месячная норма осадков. Коммунальные службы вышли на уборку города от снега. Плановые операции отменены в Самаре. Министр здравоохранения региона прокомментировал состояние больных коронавирусом. Сегодня российские границы закрыли для всех стран. Что делать, если турфирма отказывается возвращать деньги? Он на танке дошел до Берлина, а сегодня празднует 95-летие. Алексей Егоровича Водолазкина с юбилеем поздравил президент России. Сегодня в Самаре объявлен оранжевый уровень опасности. С самого утра в городе идет снег, а ветер дует со скоростью 16-20 метров в секунду. Из-за метели скоррексировали работу общественного транспорта. Сократили маршруты трамваев номер 5, 7, 24К и 25. Движение трамваев в сторону стадиона Самара-Арена сегодня закрыто. Многие автолюбители уже успели переобуться в летнюю резину, что осложняет ситуацию на дорогах. Впрочем, не для профессиональных лыжников. Те, кто со спортом на «ты», предпочитают перемещаться по городу самостоятельно. За последние сутки в городе выпала месячная норма осадков в 94%. Всю ночь городские магистрали от снега расчищали 150 единиц техники и более 300 дворников. Было израсходовано 380 тонн Бионорда. Работа по уборке улиц и дорог от осадков продолжается и сейчас. Слово Олега Звереву. Мартовский снег всего лишь на сутки вернул раннюю весну в климатическую норму. Погода вполне по сезону, а вот количество выпавших за ночь осадков составило почти месячную норму. Для города внеплановый снегопад не стал неожиданностью. О нем синоптики сообщали заранее. На улицы города вышли более 150 единиц техники. Уборка идет полным ходом во всех районах города. Глава Самары Лена Лапушкина сегодня поручила дорожникам в первую очередь обратить внимание на входы и въезды социальные учреждения, больницы, станции скорой помощи, школы и детские сады. Снегопад несколько подкорректировал наши планы работы, поэтому сегодня в первую очередь, конечно, расчищаем наши улицы, наши дороги, наши остановки общественного транспорта, социальные объекты, безусловно, больницы, поликлиники. Сегодня дала поручение увеличить количество техники, максимально привлечь управляющие компании. Уже днем количество работающей дорожной техники будет увеличено почти до 100 единиц. На улице выйдут 550 дворников. Насколько это будет возможно, снег будут вывозить из города. Время ограничено, ведь уже к концу дня температура поползет вверх, а снегопад сменится дождем. Открыть в этой части для того, чтобы можно было прием воды пойдет. Температура у нас в ночь будет ноль, либо, может быть, до конца сохранится дня слабо-отрицательная, но точно в ночь уйдем в ноль. И завтра у нас ожидается до плюс 7-9 градусов с переходом в утренние часы уже дождь. Дождь. 7 единиц болеров, если надо будет сделать больше, то мы выводим больше болеров для откачки воды, где если она пойдет уже в ночь. Да, на завтра мы планируем до 16 единиц болеров, которые будут работать на откачке. Впрочем, сезонные колебания уже совсем скоро пройдут. Помещение к благоустройству пойдет в штатном режиме. Олег Зверев, Григорий Бельшаков, Николай Сидоров. События. Расчищает город от снега и подведомственное областному правительству предприятие «Осада». От него по всей области сейчас работает 400 единиц техники. 147 машин расчищают дороги. Что касается Самары, то здесь «Осада» задействовали 75 единиц техники. Из них 25 спецмашин расчищают дороги. Ведутся работы на Новосадовой, Демократической, Московском, Волжском и Красноглинском шоссе. На Кировском мосту. Климатическую и дорожную ситуацию мониторят. Ведутся работы по расчистке проезжей части, расчистке посадочных площадок, пешеходных переходов, тротуаров. Работы проводятся ежедневно. В такие снегопады работа ведется в усиленном режиме. Один из заразившихся коронавирусом самарцев находится в состоянии средней степени тяжести. Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов рассказал о состоянии зараженных новым вирусом. Напомним, на сегодня в регионе выявлено 9 случаев. 8 человек находятся в удовлетворительном состоянии. Один в состоянии средней тяжести, но врачи считают, угрозы для его жизни нет. Отметим также, что в Самарской области все службы и мощности здравоохранения находятся в состоянии повышенной готовности. С начала недели в больницах области ограничены плановые госпитализации. Это не касается и экстренных случаев, а также лечения онкобольных и беременных. Не подвергайте свою жизнь опасности. Не инфицируйте других людей и не рискуйте быть инфицированы самими. Не посещайте приемные отделения больниц и регистратуры без крайней необходимости. Вызывайте врача на дом. Вызывайте бригаду скорой помощи на дом. Вызывайте службу неотложной медицинской помощи из поликлиники на дом. Хочу напомнить, что анализы на новый коронавирус берутся в соответствии с показаниями. Это наличие признаков заболевания или контакт с инфицированными. У здоровых людей анализы на новый коронавирус в настоящее время брать нет никакого смысла. В Самарской области появится больница для пациентов с коронавирусом. Обсерватор для диагностики обустроят в Кенель-Черкасском районе. Туда будут отправлять людей, которые только что вернулись из эпидемически неблагоприятных стран. Соответствующее постановление опубликовали на сайте правительства Самарской области. Больница будет располагаться на базе санатория «Колос». На ремонт здания, закупку оборудования, средств индивидуальной защиты и дезинфекции из бюджета выделили свыше 14 миллиардов рублей. Антисептики хороши, но лишь при разумном и умеренном использовании. Слишком частое нанесение спиртосодержащих жидкостей на руки могут привести к сухости и раздражению кожи. Лучший способ дезинфекции – это по-прежнему тщательное мытье рук с мылом. Об этом рассказала специалист Роспотребнадзора Елена Меркулова, отвечая на вопросы самарцев во время прямой линии в редакции «Самарской газеты». Разговор был посвящен коронавирусу. Эпидемиолог напомнила людям о необходимости ежедневно соблюдать правила личной гигиены, а не только во время сезонного распространения респираторных заболеваний. Правильно носить маски, меняя их несколько раз в день. В случае, если вы чувствуете недомогание, нужно обратиться к своему участковому врачу. Медработники имеют все необходимые инструкции. И самое главное – эпидемиолог призывает не паниковать, а действовать спокойно и обдуманно. Чем спокойнее, взвешеннее и адекватнее мы будем относиться к этой ситуации, тем, наверное, как-то мы ее достойно и закроем для себя. Напомним, глава города Елена Лапушкина подписала постановление о мерах предосторожности во время распространения коронавируса. Сейчас запрещены спортивные, культурные и иные массовые мероприятия численностью более 50 человек. В городской администрации создан оперативный штаб, в который вошли руководители всех структур. До какой даты вводятся ограничения, пока неизвестно. Медики Самарской области просят горожан по возможности не выходить из дома. Они устроили флешмоб, сфотографировались табличками «Мы остаемся здесь для вас, пожалуйста, останьтесь дома для нас». Напомним, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил о решении уже в текущем году прибавить зарплату медработникам, которые ведут борьбу с коронавирусом. Надбавка составит 30%. С сегодняшнего дня Россия временно закрыла границы со всеми странами. Исключение составили лишь рейсы между столицами государств. Туристы, которые сейчас находятся за границей, будут возвращаться на родину чартерными рейсами. В растерянности оказались те, кто уже оплатил путевку, но остался дома. Как показало наше расследование, турфирмы не хотят возвращать деньги туристам, хотя по закону должны. Как себя вести в такой ситуации, расскажет Мария Левина. Ограничивать авиасообщения со странами, в которых выявлены вспышки нового вируса, Россия начала еще 1 февраля. Уже тогда появились первые пострадавшие туристы, которые захотели вернуть свои деньги за несостоявшийся отдых. Для этого необходимо написать заявление на возврат средств. Если деньги не вернутся в течение 10 дней, то составить претензию, которую туроператор обязан принять по законодательству. Важно, что документ должен быть составлен в двух экземплярах. И на них представители турфирмы должны поставить печать или слово «принято», а также дату и подпись. Только так документ может считаться юридически действительным. Как оказалось на практике, сделать это не так просто. А почему директора нет на месте, когда у вас рабочие часы? А почему тогда заявлено, что сегодня рабочий день? Мы работаем в дежурном режиме. А почему это нигде не написано? А где тоже у вас написано? Ну не знаю, в вашем, наверное, сайте, правилах, на табличке, по крайней мере. На таблице у вас написано до 5 часов в субботу. Вы сейчас что хотите? Я хочу, чтобы приняли мою претензию. По закону вы это должны сделать. Вы можете оставить на столе у директора, он посмотрит, да? Вы должны мне на моем экземпляре написать, принято. Я вам ничего не должна. Напряженная ситуация сейчас во всех туристических агентствах. Некоторые туроператоры оказались более благосклонными к своим туристам. В соцсетях они размещают посты с информацией, что в любое время они доступны для своих туристов, и указаны 5 номеров телефонов. Ранее наша съемочная группа делала попытки связаться, но ни один из этих номеров телефона не был доступен, к сожалению. Сейчас мы повторим этот эксперимент. Может быть, в этот раз нам повезет больше. Номер не доступен. Оставьте сообщение на автоответчик. Со слов экспертов, в сложившейся ситуации выстоят лишь крупные фирмы. Что касается туристов, им предлагают два пути решения. Деньги остаются замороженными на депозите, и их можно перекинуть на путевку в следующем сезоне. И второй вариант – написать еще одно заявление на возврат денег. Но в таком случае всю сумму вернуть не получится. С туриста удержат штрафы. Однако эти условия – лишь компромисс. Они не соответствуют закону о защите прав потребителя. Если туристическая путевка так и не состоялась, но заявление было подано в соответствующие сроки, то компенсация должна произойти в стопроцентном размере. Если после того, то есть, например, путешествие уже началось, или путевка, и только после начала было подано заявление, тогда будет компенсирована стоимость не в полном объеме, а в фактически понесенных затратах. Есть основание предполагать, что не все туроператоры сейчас будут добровольно возмещать денежные суммы, учитывая большую волну таких путешественников, у которых не стоялись поездки. Десятидневный срок установлен для того, чтобы, если туроператор найдет возможность урегулировать как-то мирным путем, эта попытка состоялась. Если нет, то либо туроператор пишет отказ, либо он игнорирует, то есть не отвечает на сообщения, и тогда у заявителя есть законное право обращаться в суд. Суд – это крайняя инстанция. Заявление написать туда можно, но пока и они закрыты на карантин. Правительство страны сейчас решает вопрос по урегулированию ситуации с турфирмами. А пока спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Телеканал «Самары ГИС» будет следить за развитием событий. Мария Левина, Сергей Баскин. События. А теперь коротко о других темах дня. Успешный пуск ракеты «Союз-2.1Б» выполнен с космодрома Байконур в субботу, 21 марта, в 20.06 по московскому времени. Об этом сообщает «Роскосмос». Ракета производства самарского РКЦ «Прогресс» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 космическими аппаратами спутниковой связи «Уанвэп». Спустя 562 секунды головная часть отделилась от третьей ступени носителя. Последовательное отделение девяти групп космических аппаратов от разгонного блока прошло штатно после двух включений маршевой двигательной установки «Фрегата». Все 34 спутника успешно выведены на свои целевые орбиты. В аэропорту Курумыч в особом режиме садился самолет из Москвы. Это произошло в воскресенье. В то время, когда он следовал по маршруту, на горячую линию авиакомпании поступило сообщение о том, что судно заминировано. Информацию уже в момент посадки довели до пилота. В 17.10 по местному времени судно благополучно приземлилось. 125 пассажиров были эвакуированы, но вызов оказался ложным. Самолет обследовали кинологи и специалисты Росгвардии. Бомбу не обнаружили, как и другие взрывчатые вещества. Волна ложных минирований прокатилась по всей России. Например, сегодня в Иркутске сел самолет из Владивостока, про который тоже неизвестные сообщали на горячую линию авиакомпании. Причем этот рейс минирует уже третий раз за последнее время. Миллион рублей, чтобы остаться на свободе. Житель Чапаевска дал взятку полицейскому. За эту сумму страж порядка должен был отказать в возбуждении уголовного дела. Однако полицейский сообщил о взятке в службу безопасности. И злоумышленника задержались поличным. Возбуждено уголовное дело обвинений, направленных в суд Чапаевска. В России водителей начнут штрафовать за использование телефонов за рулем. Для фиксации ГИБДД будет использовать видеокамеры на основе нейросети. Такой софт появится сначала в столице, а потом, если нововведение будет успешно работать, появится во всех регионах. Сейчас рассматривается возможность применения таких приборов, однако о массовом распространении речи пока не идет. Для начала нужно пройти тестовые испытания, чтобы устройство корректно фиксировало нарушение. Известно, что искусственный интеллект сможет определить, пристегнут ли водитель и держат ли телефон у уха. Если нарушение будет замечено, то документ поступит автолюбителям на электронную почту. Однако есть и некоторые нюансы. Если смартфоном пользуется не владелец машины, то он вправе потребовать обжалования штрафа. Жительница Тольятти нашла дочь, похищенную 23 года назад. У Ольги Синельниковой в 96-м году украли ребенка в коляске, пока та была в магазине. Свидетель рассказал, ребенка похитила женщина. Позже коляску удалось найти, а малыша нет. Листовки с фотографией девочки ходили по всей стране. Вскоре поступил сигнал из Ульяновской области. У младенца поднялась температура, и похитители обратились к медсестре. Та заметила, что ребенок завернут в полотенце и сообщила в полицию. Был составлен фоторобот подозреваемых, но расследование зашло в тупик. Все эти годы тольяттинцы искали дочь, обращались в программу на федеральном канале. Но все было безрезультатно. За эти годы в семье выросли еще две дочери. Недавно на сайт программы пришел отклик из Самарской области. Женщина сообщала, что ее родственница перед смертью призналась в похищении ребенка. Девочку назвали Верой. ДНК-экспертиза подтвердила ее родство с Ольгой Синельниковой. 95 лет, возраст непреклонный. Солидный юбилей отметил ветеран Великой Отечественной войны Алексей Егорович Водолазкин. Цветы, подарки и поздравления танкисту, который доехал до Берлина, передали от президента России Владимира Путина, городской администрации и самарских депутатов. Праздничный день ветеран провел в кругу семьи. Алексея Егоровича поздравил и Андрей Горгуленко. Алексей Егорович, сердечно поздравляю вас с юбилеем. Вы прошли большую жизненную школу, стойко преодолели тяжелые испытания военного времени. Личное поздравление от президента России Владимира Путина зачитывают ветерану Великой Отечественной войны Алексею Егоровичу Водолазкину. Ему исполнилось 95 лет. Кузнец по профессии был призван в армию в 43-м году. Сначала его увезли на Дальний Восток, где страна готовилась к открытию Второго фронта. Но позже он был отправлен в танковое училище, потому что на полях сражений не хватало водителей боевых машин. Прошел ускоренный курс управления техникой и отправился воевать за рулем танка. Командир сидит сверху танка. Он командует мною. Я ничего не вижу. Я только вижу, прямо уехать. А направо, налево... Нет, я не вижу ничего. Он мне командует. Прибав газу. Пулеметчики сидят. Разгромите. Ну я газу прибавил. Направо, налево повернул. А что я там сделал, я не знаю, не видел. Молодец. Вот все. Поехали. И вот так всю войну. Алексей Водолазкин, встретивший День Победы под Берлином, награжден Орденом Отечественной Войны Первой степени. Медалями за победу над Германией, за взятие Белоруссии, за отвагу. Теперь в его коллекции 14 разных наград пополнение. Юбилейная медаль в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной. Самая главная проблема – это отсутствие общения. Первое. И второе – отсутствие возможности передать тот богатый опыт жизненный, ту харизматику, которую они вынесли из своих годов испытания. И поэтому запустили проект «Патриот. Круглый год». И стараемся несколько раз в год посетить участников войны, ветеранов войны. Алексей Егорович гостей без подарков тоже никогда не оставляет. Ветеран продолжает работать руками, создает небольшие игрушки с шерстяных нитей. Такие вязанки с небольшой запиской от автора на память получает каждый, кто приходит его навестить. Кроме того, Алексей Егорович декорирует стулья. Родственники рассказывают, что многие соседи дают ему табуретки для дизайнерского оформления. А ему только в радость помочь людям, потому что он, несмотря на свой почтительный возраст, весел, бодр и наполнен оптимизмом, как и подобает настоящему герою. Андрей Грагуленко, Николай Епифанов. События. Нужны рабочие руки и технические кадры. Сегодня на рынке труда востребованы слесари, операторы станков с ЧПУ, наладчики, а также медсестры. Об этом рассказал замминистра труда Самарской области Ян Толбацкий. На круглом столе на тему профессий прошлого и будущего. А вот менее востребованы сейчас почтальоны, потому что активно развиваются различные службы доставки. Спрос наблюдается и по профессии охранника из развития интеллектуальных систем безопасности. А также по другим специфическим профессиям. Там, где начинают внедрять электронные сервисы, которые позволяют убрать посредника между клиентом и тем, кто оказывает услуги. Но, отмечают эксперты, важно понимать, что рынок труда устроен таким образом, что уход определенных профессий всегда сопровождается появлением новых секторов экономики и новых профессий. Утопия, как она есть в картинах, чертежах и инсталляциях. В Самаре открылась выставка, которая представляет взгляд художников на возможное будущее. В экспозиции работы известных советских, российских и зарубежных авторов. Какой они увидели утопию, узнал наш корреспондент. На чертеже известного советского архитектора Георгия Крутикова изображены города с летающими автомобилями. Таким он видел будущее. Эту дипломную работу он защитил в 1928 году. Комиссия оценила ее на отлично. Но даже для Советского Союза, где в то время строились самые фантастические планы, полет мысли Георгия Крутикова оказался чрезмерным. Разгорелся скандал. Говорили, что институт, где он защитил диплом, обучает фантазеров. Признание пришло гораздо позже. Эти работы показывали на международных выставках. Их изучали другие известные архитекторы. А сейчас чертежи представлены на выставке «Сад утопий». Утопию мы понимаем не архитектурно и не политически. Мы понимаем утопию как синоним искусства. Потому что любое искусство – это предложение альтернативного образа жизни, альтернативной реальности, в которую мы верим, не верим. В экспозиции работы из фондов музея архитектуры имени Щусева, Московского музея современного искусства, областного художественного музея. Выставка – это взгляд на идею утопии глазами разных художников. Современные авторы видят ее иронично. Например, художник Александр Филимонов вписывает работы классиков в интерьеры хрущевок. Так он переосмысливает прошлый опыт искусства. В выставке нашлось место и утопии в самарском ее варианте. В экспозиции представлен проект фабрики кухни московского архитектора Екатерины Максимовой. Раньше я его представлял просто чисто как, ну, один из образцов конструктивизма. Это не такое вот именно утилитарное искусство, как вы раньше видели, но все-таки нечто большее. Это искусство, которое тоже как-то выражало какие-то свои мысли, у которого тоже была какая-то своя философия. Выставка работает до 6 мая. Лариса Шлафас, Семен Безгинов, Григорий Пельшаков. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи Самарагис на нашем сайте и в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!